Добрый день, уважаемые коллеги! Сложно сказать, что новая про дистанционную подпись, казалось бы, учитывая, что много лет рассказываем, как это все должно выглядеть, когда-нибудь это все будет. Начнем с того, к чему в идее дистанционной подписи мы стремимся, чего мы в целом хотели бы. Увидеть, собственно, к тем преимуществам, которые дает хранение ключей на серверной стороне. То есть это возможность доступа с различных устройств, это повышенная скорость писания документов, возможность упрощения использования устройств, на которых сложно держать полноценную криптографию, и возможность в случае повреждения и утери устройства не потерять свои ключи. Для того, чтобы требования к такого рода системам могли стать отдельными, в новой версии 6-го ФЗ в конце 2019 года была внесена отдельная норма, которая, собственно, предполагает как усиленные требования к аккредитации УЦ для использования дистанционной подписи, так и уточненные требования по безопасности. Ряд смежных опросов, которые также был внесен в ту же версию УЦ, и на самом деле ФЗ, и важен для тех УЦ, которые будут применять технологии дистанционной подписи, это возможность удаленной идентификации. О них также мы с вами уже немало споров провели. До того, как появятся требования по пункту 2.2.15, применять средства нельзя по пункту 2.1.5.8, ну, естественно, до того, как средства по этим требованиям не будут сертифицированы. Собственно, какие проблемы хотелось, все еще хочется решить. Те общие требования к средствам дистанционной подписи, которые у нас с вами и были, и есть, они накладывают весьма строгий, хорошо описанный набор требований к средствам подписи, но он не является уточненным именно для системы, состоящей из клиентского серверного устройства, где-то еще средства ЦУЦ неподалеку, где-то ХСМ или хранения ключей. И в рамках тем исследований необходимо выводить уточненные требования из общих требований. Зачастую они выводились совершенно прямолинейно, напрямую, в общем-то, без каких-либо дополнительных трактовок, потому что из общего требования по безопасности, если вспомнишь, требования к СКЗИ, включая вероятность, например, ложной аутентификации, о чем вчера не раз упоминалось, на самом деле из этих общих требований выводится уточнение, которое накладывают уже конкретные требования на клиентские серверные решения. Тем не менее, для того, чтобы решения разных производителей выглядели одинаково и равнопрочно, логично было создавать новые уточненные требования. К чему приводило отсутствие их к тому, что некоторые организации не наши. Пытались строить средства облачной подписи без ХСМа на сервере, а просто с хранением каким-то образом на серверной стороне в программном виде ключей. Попытка строить средства с слабой аутентификацией, то есть не обеспечивая равнопрочность аутентификации и самой подписи, строить по зарубежному каналу, достучаясь на сервер и фактически не обеспечивая защиту с точки зрения требований. Все это приводило к тому, что репутация слова облачная подпись была немножко подмочена из-за этих попыток. Тем не менее, как вы знаете, уже ранее по ранним требованиям прежним по отдельному ТЗ были сертифицированы средства, наш ДСС, по общим требованиям, которые учитывали ряд принципов, которые вытекали на наш вместе с экспертами взгляд из общих требований. Тем не менее, это, конечно, не должно было бы оставаться навсегда. Когда сама задача о формировании уточненного набора требований к средствам облачной подписи или дистанционной подписи, как в федеральном законе, была поставлена, был поставлен комплекс научных работ. Я начинал рассказывать об одном из них на Роскрипте. Сейчас те научные работы, о которых я говорю, завершены. В них принимали участие все, кто должен принимать участие в обсуждениях требований. И я кратко расскажу о том, каким выводам удалось прийти. В чем была цель научных работ? В том, чтобы после обзора существующих решений, существующих требований, идущих из практики, и тех решений, которые уже были созданы по общим требованиям, выработать требования к защищенной информационной системе, сокращение ЗИС, которое, наверное, будет скоро встречаться по этой тематике, и выработать подход к концепции общей инфраструктуры для работы с облачной подписью. Для того, чтобы информационные системы, интегрированные с одними средствами дистанционной подписи, одних УЦ, могли работать с ключами, хранимыми в средствах, которые принадлежат другим, аккредитованному УЦ. То есть, с одной стороны, подход к самим требованиям, с другой стороны, выработка общей концепции. Те реальные угрозы, которые уточнялись в рамках данного комплекса научных работ, собственно, конечно же, изучались в том числе с опорой на практику и с опорой на тот опыт использования ранее сертифицированных средств, которые существовали до 2019 года, и, в частности, выработать задачи для стандартизации, для того, чтобы средства разных производителей, сертифицированные по одним требованиям, могли бы совместимы между собой там, где это нужно. Функциональные требования, выработанные в данных научных работах, соответствуют тем пожеланиям, которые изначально к средствам дистанционной подписи предъявлялись, в частности, по итогам обсуждений у нас с вами на ПКИ-форуме. Это существование возможности мгновенной блокировки, учетной записи в случае любых сомнений в отсутствии комплиментации ключа, либо в случае обращения заявления об утере устройства. Возможность полного контроля за использованием хранимых ключей и возможность доступа с нескольких устройств, собственно, без чего, наверное, дистанционная подпись была бы, честно, менее полезна. Для того, чтобы производительность могла удерживаться на правильном уровне, возможность масштабирования, возможность ограничения вида документов, поступающих на подпись, опять же, одна из тех причин, которые, в принципе, в части безопасности средств дистанционной подписи делают зачастую полезными и интересными для использования. Естественно, отображение подписываемого документа и возможность распространения компонент стандартными способами, то есть, если это мобильные приложения, то через магазин мобильных приложений. Один из главных выводов, который был сделан, собственно, он будет учтен при формировании требований, так или иначе, это подходы к классам защиты на стороне сервера, на стороне клиента, на стороне пользователя. Если это мобильное приложение, то это CS1. Затем за счет того, что перенос очень большого количества свойств безопасности по возможности сделан на серверную сторону. Для этого на серверной стороне строго КБ-2 для средства самовой электронной подписи, то есть для хранения ключей, для использования ключей, и вот здесь выделено жирным шрифтом для аудита. В докладе Ивана Владимировича про аудит и правоважность многое еще нового будет сказано, но подчеркну, что сама концепция дистанционной подписи невозможна без максимально строгого аудита на серверной стороне, для того чтобы в случае любой конфликтной ситуации разбор инцидента мог быть произведен даже в случае, если был компрометирован оператор на стороне информационной системы, и если что-то пошло не так с теми средствами, которые использовались. Аудит должен быть такой бронебойной последней меры защиты. Ну, естественно, на стороне сервера все средства, которые работают с подписью, должны быть классом ниже КБ-2, те, которые выполняют смежные операции, не ниже КС-3, ну и дополнительные угрозы, связанные с доступностью, естественно, являются важными, но они относятся уже напрямую не к требованиям к средствам по линии сертификации ФСБ России. Новая вещь, которую мы еще не мусолили много раз на конференциях, это подход к инфраструктуре в целом. Когда мы говорим про появление нормы закона, про появление отдельных требований к средствам подписи, правильно и логично, чтобы те средства, которые были созданы от различных производителей, во-первых, могли работать там, где это нужно на стыке между собой, а во-вторых, если мы привязываем средства дистанционной подписью, серверные системы к кредитованному УЦ, то чтобы могли работать между собой системы документооборота, которые изначально были интегрированы с одной системой, при условии, что ключ пользователя хранится в системе другого УЦ. С учетом требования по уникальности ключа для одного лица, это является критичным, потому что дублировать ключи здесь будет невозможно. То есть исходные данные в том, что есть один пользователь, есть какая-то система документооборота, есть сервис подписи в неком АУЦ, и эти сущности могут быть, могут существовать не связанные между собой, не интегрированные между собой. Задача — обеспечить работа нескольких сервисов подписи с несколькими АУЦами с разными пользователями. То решение, что было разработано, концептуально на уровне слова обсуждалось пару раз на дискуссиях на PKI-форуме года три назад. Было слово «хаб». Собственно, слово «хаб» пока даже осталось где-то в научных работах, чтобы все изначально понимали, о чем речь. То есть это система, которая предоставляет информацию той или иной системе документооборота, обращающейся к ней, о том, где лежит ключ того или иного лица. После аутентификации системы, но без завязывания на себя свойств безопасности при аутентификации пользователя. То есть все равно пользователь напрямую работает со своим сервером подписи напрямую. Надеюсь, на слайде хоть немножко видно рисунок. В правой стороне слайда. Идея работы хаба в том, чтобы пользователь после того, как в некой системе документооборота сформировал свой документ, мог, подождав пока система документооборота, обратиться к хабу за информацией о том, где лежит ключ данного пользователя, например, с данным с НИЛСом или с данным ИННом, пока хаб вернет информацию о том, куда, собственно, этой системе обращаться за работой с этим ключом. Дальше система обращается к тому или иному сервису дистанционной подписи, к тому или иному аутсу. А вот дальше, что принципиально, работа пользователя с средством идет уже напрямую. То есть все те механизмы аутентификации, аудита, журналирования, подтверждения операции, вали изъявления, все идут напрямую. Хаб не участвует и не может участвовать ни в одной операции, кроме изначальной. То есть хаб – это телефонный справочник, защита которого требуется только в том, чтобы его не додосили, его не клали, чтобы он, по крайней мере, с фиксированным набором системы документооборота и взаимодействовал просто для того, чтобы ограничиться в части доступности. Естественно, при этом возникает процесс регистрации систем в хабе, регистрации новых пользователей сервисов дистанционной подписи в хабе. Все эти механизмы необходимо прорабатывать и на некотором уровне специфицировать и, возможно, даже стандартизировать. При том, что подход с дистанционным хранением ключей имеет ряд плюсов, он совершенно не является безальтернативным. Понятные альтернативы – это локальное хранение ключей в памяти приложения, на совместимых токенах, в гибридном режиме, о гибридных механизмах. Я лично года два назад рассказывал про то, как можно это устроить, если есть бесконтактный считыватель в телефоне и карточка, которая может порождать защищенный канал напрямую до сервера. В текущий момент времени локальное хранение ключей имеет одно временное преимущество. То, что оно не требует ожидания новых требований. То, что с локальным хранением ключей и средствами подписи, позволяющими хранить ключи локально, вопросов нет, требования есть, и сертифицированные средства есть. Поэтому единственный слайд, который упоминает решение «Кредитонаш» – это информация о том, что да, Кредитопрода и СС после выхода требований будет сертифицирован в максимально сжатые сроки, для этого сделаем все возможное. Но при этом те системы, которые интегрированы с Кредитопродой СС, уже сейчас могут перейти на работу в режиме локального хранения ключей. При этом, строго говоря, сертификат здесь будет использоваться на работающие локально Кредитопрода и ССП, имеющие там все сертификаты для локальной работы. Но все интерфейсы интеграции сохранятся теми же самыми, поэтому переход может здесь быть бесшовным. Но в итоге, в будущем, наверное, мы эти два подхода объединим уже в одну документацию, чтобы этот переход был максимально логично задокументирован. Но резюмируя, что пока мы все разрабатываем, прорабатываем, обсуждаем новые требования, пока мы, в смысле мы, Кредитопрод, сертифицируемся на них, использовать можно локальное хранение ключей, что является совершенно разумной альтернативой. О плюсах и минусах мы поговорим позже. Я лишь комментирую одну футболоку, недавно виденную. Прокомментирую, что ограничиваться приземленным взглядом на подпись и говорить только про локальное хранение ключей тоже не стоит, так как у дистанционного хранения ключей также есть много преимуществ. Дискуссия здесь может быть, судя ли, бесконечной. На круглом столе, который после нашей с вами секции произойдет, я думаю, мы не разу просто коснемся этого. Действительно, у обоих подходов есть плюсы и минусы, но подходы к дистанционной подписью, во-первых, надеюсь, все же в ближайшее время заполучат требования, по которым можно сертифицироваться, иметь решение уже в чистом виде под дистанционную подпись, но при этом это является, естественно, не единственным возможным подходом. Ну а чуть подробнее этот вопрос обсудим мы на следующем круглом столе, а сейчас, наверное, вопросы. Добрый день, Собанов, моя фамилия. У меня, как всегда, много вопросов, но я их на круглый стол оставлю. У меня только один вопрос, послать до номер шесть. Там сказано, что учтены все угрозы. Скажите, пожалуйста, вы только угрозы учитывали? Все или не все? Вопрос, конечно, да? То есть уязвимости вы не смотрели и риски не оценивали. Только речь идет об угрозах. Я правильно понимаю? Спасибо, вопрос. Я не говорил, что, не учтену что-либо еще, я говорил, что учтены угрозы. Я не говорил, что не учтены уязвимости. Я, к сожалению, полностью рассказать, я даже название ночной работы привести не могу на слайде, к сожалению. Выдержка сделана в той части, которая могла быть на открытой конференции сделана. Уязвимости оценивались заведомо, так как, собственно, без, например, оценки реальных уязвимостей, которые могут произойти с мобильным устройством, у нас не могло бы быть, в принципе, вопроса о том, что можно использовать мобильное устройство, что логично. Насчет подхода к рискам. Слово «риск» в концепции вашей докторской диссертации здесь заведомо учитывалось. Не в тех терминах, но учитывалось, потому что, собственно, авторы и руководители научной работы данной вашей диссертации, по-моему, в то время еще не видели. Насчет подхода общего, который у нас с вами в дискуссиях не раз возникал на ПКФорумах, в таком же составе, только в другой гостинице. Насчет ложной идентификации и равнопрочной системы. Эта концепция была в полной мере учтена. И, собственно, здесь я, немножко пройдясь по подходу с допустимостью или недопустимостью слабой идентификации с помощью пароля для доступа к ключам, я имел в виду, в частности, выводы, сделанные в частности из нашей с вами дискуссии. Спасибо, Станислав.